И сегодня еще один профессиональный праздник, его отмечают и работники органов ЗАГСа. История современных органов ЗАГС начинает отсчет с 18 декабря 1917 года, когда был принят декрет о гражданском браке, о детях и о введении книг актов состояния. Органы ЗАГС можно смело называть летописцами из целых судей. Поколение жителей нашей огромной страны уже сто лет работники органов ЗАГСа тщательно ведут летопись рождений, новых граждан, заключение браков и оформление разводов. К сожалению, такое тоже было. А вот с чего же все начиналось и какова сейчас статистика по разводам и свадьбам, об этом мы поговорим с гостем в нашей студии. Начальник металлургического отдела ЗАГС администрации города Челябинска Валентина Петрова. Доброе утро. Доброе утро. С праздником вас. Спасибо большое. С юбилеем. Мне просто интересно, как сотрудники ЗАГСа отмечают этот праздник. Они расписываются. Вы еще пока не планировали? Вы знаете, у нас празднования, праздничные мероприятия идут уже две недели. Две недели отмечаются, да. И еще продолжаются трудники ЗАГСа праздника. Но не отмечали. Вот как положено, еще не отмечали. Ну вот расскажите, мы сказали, что только с 1917 года именно ЗАГСа, да? А кто до этого занимался? До этого церкви. То есть все записи вели в церквях. Да, церковные и метрические книги, если слышали такое название. Метрические книги, да. Вот эти книги у нас. То есть до сих пор они где-то хранятся? Они хранятся до сих пор у нас есть в Челябинской области при Государственном комитете в архиве эти книги. И вот они как раз будут первыми сейчас сдаваться. То есть в органах ЗАГСа 100 лет хранятся записи, а потом они передаются на вечное хранение в Государственный архив. Так вот у нас есть метрические книги, церковные, настоящие, которые мы как раз будем передавать. А какая самая старая, не вспомните? Самая старая книга, запись какой будет? А вот до 17-го года у нас есть с 12-го по 17-й записи церковные хранятся. Да, да, да. Замечательно. А вот сейчас очень многие хотят узнать о своих корнях. Разословные, да. Разословные. Вот это можно сделать? Практически, да. То есть мы помогаем, осуществляем такую помощь. И эту информацию, в принципе, и можно подчеркнуть только в ЗАГСе. То есть найти. Немножко усложненная сейчас система. То есть мы не владеем всей базой по Российской Федерации. Поэтому делаем запросы бумажные. Это немножко во времени растянуто. И определенные сложности. Ну, в скором времени у нас единый государственный реестр будет. Вы знаете, мы не стоим на месте, идем вперед. Поэтому будем помогать людям. Ну, вот смотрите. Все равно для 90% людей ЗАГС это свадьба. Да, ну ассоциация самая первая, которая приходит. Ассоциация ЗАГС свадьба. Расскажите, я-то знаю, что у вас работы гораздо больше, чем свадьбы. Гораздо больше, чем у тебя. В трех словах. Ваши основные задачи. У нас 7 актов гражданского состояния, которые мы регистрируем. И свадьбы у нас, они, конечно, в основном пятница и суббота. Самые приятные моменты. Ну, а на неделе мы принимаем большой поток граждан. Это действительно огромный пласт работы. Регистрируем рождение, усыновление, установление отцовства, перемену имени, расторжение брака. Ну, а вот расторжение брака, свадьбы. Вот в этом году есть какая-то, может быть, статистика? Ну, или за последнее время. В конце года следственное наделали какое-то. За последнее время. Вот чего больше, разводов или наоборот браков? Браков всегда больше. Вот смотрите, брак регистрируется, расторгается, а потом снова эти же люди вступают снова в брак. То есть браков всегда будет больше. Поэтому мы с оптимизмом смотрим. И мы с оптимизмом на это смотрим. Да, потому что мы хотим, чтобы было больше свадеб. А вот вы проводите выездные регистрации? Выездные регистрации, к сожалению, официально пока запрещены. Такой услуги мы не предоставляем. Молодые люди сами находят себе места, где они желают провести регистрацию. И там это все делают. Но изначально все равно регистрация происходит в ЗАГСе. Ну, как молодые знают, мы в шортах забежим, распишемся. А для гостей, как правило, это сюрприз. И гости думают, что регистрация происходит именно там. Но, к сожалению, это театр. Представляете, а много зрителей сказали, как? Они меня обманули. Да, да, да. Обводили в заблуждение. То есть такая выездная регистрация, она считается недействительной? Недействительной. Ну, молодые же уже зарегистрировались в ЗАГСе. То есть, да, там уже театр. Расскажите, а была какая-то на вашей памяти какая-нибудь самая необычная регистрация, либо самая необычная пара? Которая прямо вот, ну, до сих пор в памяти. Ну, необычная регистрация в наше время, можно сказать, когда невесту прятали от жениха до последнего. Под стол регистратора. То есть буквально так, да, просили у нас убежище, чтобы жених не видел невесту. Это сейчас редко встречается. Не видел, в смысле, платье. Так он ее знает? Вообще, ну, я думаю, что он ее знает. Неудивительно было бы, если даже они проснулись в этот день в одной квартире. Но, тем не менее, в ЗАГСе в белом платье не хотелось бы ей, чтобы ее видели. И вот мы всем ЗАГСом прятали ее, чтобы ни гостей никто не видел. Вот. И потом эта же пара у нас танцевали. То есть вот обычно вот какие-то такие моменты вызывают... Ну, что умилее. Ну, что ж, большое спасибо, Валентина, за этот утренний визит. Мы поздравляем вас и всех сотрудников органов ЗАГСа с юбилеем, столетием. Да, вы тоже можете своих поздравить. Вот, пожалуйста, на четвертую камеру, вот, если хотите. Да, хочется поздравить всех коллег Челябинской, Челябинской области с сегодняшним праздником. Очень приятно, что мы с вами сопричастны к этому большому событию. Мы делаем людей счастливыми. С праздником, уважаемые коллеги. Ура! Спасибо, присоединяемся ко всем поздравлениям. И напоминаем, что у нас в гостях был начальник металлургического отдела ЗАГС администрации города Челябинска Валентина Петрова.